Здравствуйте! В эфире информационная программа Настоящее время Азия. В пражской студии я Динара Аргинг. Сегодня в выпуске. Взрывы в Дрездене с антиисламским подтекстом. Неизвестные взорвали две бомбы. Одну у мечети, где находились и мам, и его семья. Другую у конгресс-центра. Это может произойти во всем мире. Мы ожидали что-то вроде этого. Раньше нам разбивали стекла, рисовали антиисламские графики на стене. В Таджикистане в процессе всеобщей смены бывших советских названий городов и сел на Таджикске появились десятки населенных пунктов с одинаковыми именами. Население запуталось, а власти собираются переименовать все во второй раз. Чтобы отличить, говорим, нижний, верхний и средний сирозит. Чисто кыргызская элитная деревня посреди новой Москвы. Особняки для кыргызстанских богачей в поселке Поддубье строят исключительно их же земляки. Там наша земля, наши люди, но работы там нет. 75 лет назад начались массовые расстрелы евреев и цыган в киевском Бабьем Яру. В огромном обраге на окраине Киева нацисты и украинские коллаборационисты уничтожили больше 100 тысяч человек. Цыган хватали, евреев хватали. И всех бабьем ярность убивали. Кандидаты в президенты США Трамп и Клинтон сошлись на первых теледебатах. После подсчета голосов на американских телеканалах Хилари Клинтон уверенно победила. Но Трамп считает иначе. Опросы избирателей в сетях показывают, что я очень хорошо выступил. Сотни тысяч людей уже проголосовали за то, что я победил. В Америке одновременно испытали сразу два новейших двигателя для марсианских космических кораблей. Теперь американцы собираются строить обитаемую базу на Марсе. Россия, между тем, построила новую военную базу на границе с Украиной. При строительстве тоже использовались новейшие технологии. Производятся пусконаладочные работы по инженерным системам жизнеобеспечения. Взрывы в Дрездене прогремели у мечети в центре города и международного конференц в центре. Немецкая полиция расценила их как проявление расизма. Пока за оба взрыва ответственность никто не взял. Но, как считает глава полиции, цитата, «Мы предполагаем, что здесь есть ксенофобский подтекст». На месте взрыва были найдены элементы самодельного устройства. Первый взрыв раздался у мечети, внутри которой в тот момент находились имам и его семья. Из них никто не пострадал. Второй прогремел на террасе между отелем и международным конгресс-центром. Также обошлось без жертв и пострадавших. Местные мусульмане, прихожане мечети, говорят, что нападение не стало для них неожиданностью. «Это может произойти во всем мире. Мы ожидали что-то вроде этого. Раньше нам разбивали стекла, рисовали антиисламские граффити на стене. Но это в первый раз, когда происходит взрыв. Надеемся, что он будет и последним, и мы будем счастливо жить в Дрездене. Но на самом деле, как и в Дрездене, это может случиться и в Стамбуле, и в Париже, и в Берлине. Мы должны быть все время на чеку, держать глаза открытыми, чтобы успеть остановить тех, кто попытается сделать это в будущем». Местная полиция уговаривает население не поддаваться панике. А федеральный министр внутренних дел убежден, что взрывы — это своеобразный ответ ультраправых на теракты радикальных исламистов. «Конечно, эти два события вынуждают нас принять еще более строгие меры в области безопасности. Но я предостерегаю всех против истерии. Наоборот, вся полиция Саксонии сейчас на ногах, и мы обязательно раскроем эти преступления». «Международные террористы злоупотребляют исламом, чтобы оправдать свои преступные действия. Однако ответная агрессия, в том числе против традиционного ислама в Германии, — это еще более ужасающее преступление. Взрыв и нападение произошли всего за один день до десятой годовщины немецкой исламской конференции и за несколько дней до празднования Дня Германского Единства. Слава богу, не было жертв и никаких серьезных травм. Но мы не хотим, чтобы это было в Германии, независимо от того, кто является мишенью». В Азербайджане снова изменили Конституцию. В республике прошел референдум по внесению изменений в главный закон, который ЦИК уже признал состоявшимися. Поправки коснулись увеличения президентского срока с пяти до семи лет, снижения возрастного ценза для кандидатов в президенты, то есть теперь на главный пост могут претендовать граждане моложе 35 лет и введение должностей вице-президентов. Напомним, что Конституцию Азербайджана меняли уже дважды в 2002 и 2009 годах. В преддверии нынешнего референдума были арестованы десятки представителей оппозиции. Тем не менее, на улицы вышли тысячи несогласных с очередными изменениями в Конституцию, называя их антидемократическими и вносимыми с целью укрепления монархического режима Алиева. Политологи считают, что Ильхам Алиев пытается надолго сосредоточить власть в руках его семьи. То, что предлагает сегодня режим Алиева совершить в Азербайджане, то есть пойти путем, я думаю, все зрители знают, что такое в Северной Корее и в Сирии. То есть это дедушка, отец, сын. И точно так же было в Корее от Хафиса Асада к сыну Башара Асада. В Азербайджане уже произошло от Гейдара Алиева к сыну Ильхама Алиева. Произошла эта расстрация с 2003 года по сегодняшний день. И то, что предлагается сегодня, в 26 сентября, поправки в Конституцию, они предлагают ввести пост конкретно первого вице-президента и уменьшить возрастной цен с 35 лет до 18 лет. Объясняю это по-простому, чтобы зрителям и слушателям было бы понятно, что первый вице-президент, это автоматически предлагается пост для Мехребана Алиевой, супруги нынешнего президента. В Азербайджане существует официальное правительство, которое возглавляет Ильхам Алиев, то есть он президент, это Конституция, исполнительная власть. Сейчас как у нас работает? Президент по Конституции исполняет вторая должность, принадлежит премьер-министру. Но существует еще теневое правительство. Это теневое правительство называется фонд Гейдар Алиева, где президентом является Мехребан Алиева. И этот теневой фонд, откуда проходит все 90% коррупционных денег, отмывания этих денег, и Мехребан Алиева сегодня по всему миру летает, она даже, к сожалению, имеет статус почетного посла ЮНЕСКО, понимаете? И вот это все говорит о том, что и нынешнее правительство, и все те люди, которые входят сегодня в исполнительную власть, они одновременно работают с этим фондом Гейдара Алиева, и они прекрасно также работают с Ильхам. Поэтому она в курсе всего, все, что творится в Азербайджане. А 35 лет, возраст до 18, это предлагается сделать для его сына, маленького Гейдара Алиева, которому только исполнилось 18 лет. Поэтому ему нужно несколько вариантов таких форс-мажорных, потому что движет режимом Алиева обычный настоящий страх за возможные последствия для огромного клана в случае, какого у него есть форс-мажора. Вы видите в регионе, что творится, и вполне возможно какая-то форс-мажорная ситуация, и они не хотели бы повторять судьбу режимов Каддафи, режима Саддама Хусейна, вести не только для себя, но и для многочисленных своих родственников, для своего класса. Выходцы из Кыргызстана заселяют российское Подмосковье. В пригородах Москвы появляются деревни, которые скоро начнут обживать состоятельные кыргызстанцы. Их дома строят исключительно соотечественники. Наш корреспондент Джебек Бегалеева побывала в чисто кыргызском поселке Поддубье в Новой Москве. Сразу за Милашкино, примерно в 30 километрах от Москвы, начинается Поддубье. Из сотен русских деревень, почти со сказочными названиями, это бросается в глаза сразу. И тюндюк юрты на воротах, как на кыргызском флаге, и даже домашний скарб во дворе. Любому выходцу из Кыргызстана покажутся родными. Здесь хозяев нет, но зато по казану можно с уверенностью сказать, что здесь живут кыргызы. Из официально зарегистрированных здесь жителей едва ли не половина кыргызы. Большинство из них в дома еще не заехали. Их будущие особняки пока не готовы. Когда закончите стройку? Через месяц закончим. Строят дома кыргызов и их же земляки. На всю округу ни одного славянского лица, но ощущения родины, говорят гастарбайтеры, даже здесь у них все равно нет. Если бы у нас была такая же работа, разве я бы не вернулся в Кыргызстан? Там наша земля, наши люди, но работы там нет. Не знаю, когда в Кыргызстане станет лучше. Думаю, пока наши политики, депутаты и большие чиновники не задумаются о народе, мы так и будем жить. В Россию, говорит Надербек, так же, как ребята из его бригады, он приехал после развала Советского Союза. Их истории все как под копирку, одинаковы. Колхоз развалился, работавший там бухгалтером Надербек, заделся челноком. Когда бизнес не заладился, пришлось идти на стройку. Мы все умеем делать. С гипсокартоном работаем, полы, стелем, отделку, евроремонт. Нас три человека. Я сам из Аксы, жил Алабадская область. Здесь же, через дорогу, двухэтажный дом строит врач из Кыргызстана. Хозяин живет и работает в Москве. До Нового года обещают строители, заказчик успеет справить новоселье. Чем раньше мы закончим, тем лучше для нас самих, потому что наступит холода. Сейчас уже стало холоднее, теплее уже не станет. По словам Каныбека, трудовые мигранты из других стран Средней Азии оставаться здесь навсегда не собираются. Зато Кыргызов, говорит строитель, оседающих в российских городах и селах, теперь становится все больше. Дюбек Бегалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Москва. Россия. После спешной смены бывших советских названий многих городов и сел Таджикистана на Таджикске, в республике появились десятки одноименных населенных пунктов. Теперь Комитет по языку и терминологии республики заявляет об очередной волне переименований. Наш корреспондент Анушир Вонарипов с подробностями. У нас в районе Хазратима Воно два села Новобот. Одно называем Новые земли, второе неподалеку земли Сатора. Поэтому всегда уточняем, какой Новобот. Земли Бабаи Абдурахмон или Сатора. У нас в Кулябе есть кишлаки Сайрази. Чтобы отличить, говорим, нижний, верхний и средний Сайрази. Также есть кишлаки Пушин. Местные называют их верхний, нижний и средний. Таджикистан, который избавляется от своего советского прошлого, закреснула волна переименований городов, сел и районов. Также переименовывают населенные пункты, в названиях которых есть, заимствованные из других языков слова. Поспешность в этом деле привела к появлению одноименных кишлаков. Исследования показали, что в кишлаках, селах, районах и областях и вообще по стране много повторяющихся названий, что не отвечает национальным ценностям и культурным особенностям страны. Этот вопрос надо решить. Комитет по языку и терминологии Таджикистана провел исследование, чтобы выявить, сколько таких населенных пунктов. Цифры удивили и самих чиновников. Так, в стране сегодня 44 Новобода, 41 Гулистон, 31 Вахдад и 26 Бустонов. И это далеко не весь список. Например, районный центр Джамата с названием Ханака стал называться Самоном. Кальдарион стал Шахристон. Метанион – Файзабад. По словам чиновников, в большинства населенных пунктов есть свои древние таджикинские названия, и именно их нужно возрождать. А не гнаться за модными сегодня Дусти – Дружба или Вахдадами – Единство. Те селые кишлаки, которые появились уже в советское и постсоветское время, предлагается переименовывать с учетом географических особенностей. Или называть в честь выращиваемых в той или иной местности сельхозкультур. Часть населенных пунктов с повторяющимися названиями опять будут переименованы. За счет каких средств это будет сделано и во сколько обойдется, пока неизвестно. Но вряд ли это пройдет быстро и безболезненно, так как многие жители страны называют свои населенные пункты и улицу по-старому, до сих пор не привыкнув к переименованиям. Да и сами новые названия не приживаются из-за отсутствия табличек на домах. Анушер Лонарипов, Насим Исамов. Настоящее время. Таджикистан. Далее в программе. 75 лет назад начались массовые расстрелы евреев и цыган в хиевском Бабьем Яру. В огромном обраге на окраине Киева нацисты и украинские коллаборационисты уничтожили больше 100 тысяч человек. Цыган хватали, евреев хватали и всех в Бабьем Ярность убивали. Кандидаты в президенты США Трамп и Клинтон сошлись на первых теледебатах. После подсчета голосов на американских телеканалах Хиллари Клинтон уверенно победила. Но Трамп считает иначе. Опросы избирателей в сетях показывают, что я очень хорошо выступил. Сотни тысяч людей уже проголосовали за то, что я победил. В Америке одновременно испытали сразу два новейших двигателя для марсианских космических кораблей. Теперь американцы собираются строить обитаемую базу на Марсе. Россия, между тем, построила новую военную базу на границе с Украиной. При строительстве тоже использовались новейшие технологии. Производятся пусконаладочные работы по инженерным системам и жизнеобеспечениям. На Украину на траурные мероприятия, посвященные 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра, прибыли президенты Израиля, Германии, Венгрии и руководство Европейского Союза. Во время немецкой оккупации Киева в 1941 году овраг Бабий Яр стал местом массовых расстрелов евреев и советских военнопленных. Только за два дня, 29 и 30 сентября 1941 года, украинские коллаборационисты под руководством немцев расстреляли там почти 34 тысячи евреев. Всего в течение двух лет в Бабьем Яру было расстреляно от 100 до 150 тысяч человек. Что сегодня знают жители Киева о трагедии Бабьего Яра? 21, кажется, сентября 1941 года там было расстреляно около, я не помню точную цифру, но около 100 тысяч вроде бы евреев. Аинзацгруппы. Карательными отрядами СС. Ой, боже, я ничего об этом не знаю, давайте я пойду дальше. Яр, который, ну, всем в мире знаменитый, что там расстреливали евреев. И не только евреев, расстреливали многих. Что там было массовое захоронение, убийство евреев. В Бабьемиру? Ну, там евреев убивали немцы, например. Это факт. Сотни тысяч людей погибли. Расстреляли просто. Поклали и туда. Ничего. Еврейских, ну, всех людей. Знаю, что там было расстреляно много, причем это мирное население было, то есть и женщины, и дети. Уникальное место, будем говорить так, то есть место там, где были захоронены еврейские семьи, было очень много расстреляно, погребено и тому подобное. Скидывали людей, убивали. В основном евреев. Насколько я помню, было время Гладомора. Там погибло много людей. Но всех тонкостей не помню. Первый расстрел в Бабьем Яру произошел ровно 75 лет назад, 27 сентября 1941 года. Помимо евреев и солдат Красной Армии, нацисты целенаправленно уничтожали в Бабьем Яру и цыганское население Киева. Бабий Яр мир знает как место массового уничтожения советских военнопленных и гражданского населения, главным образом евреев, а также цыган. И только в этом году в урочище установили памятник погибшим Ромам – чугунную повозку. И вот бабушка поехала, пошла, когда не ехала, пошла просто на рынок, что-нибудь купить. Мама ждала, ждала, она не вернулась. А тогда же стали соседи друг к другу, говорят, там вот цыган хватали, евреев хватали. И всех бабин ярность убивали. Боль утраты не утихает даже спустя десятилетия. Раиса Набаранчук потеряла в этой трагедии свою бабушку. Ее мать провела остаток войны, скрываясь в подвале у соседей. Сама Раиса родилась в 43-м уже через два года после начала расстрелов. Когда родители рассказывали об этом, то, конечно, они плакали, а вместе с ним именно плакали. А вот фотография моего брата, старшего Леонида, который пережил бабин яр, остался жив. На выставке в Киеве Раиса Набаранчук представила многие семейные реликвии, но с особой любовью она рассказывает про бабушку и ее шаль. Признается, как только ее надевает, сразу хочется танцевать. Эх ты, дорогая! На зло смерти. Он для нас дорогой, потому что это бабушкин. Ну, от него какой-то уйдет запах родной, наверное. Глаза в нее добрые. Это накануне, наверное, войны. Она как будто что-то предчувствовала, что-то в нее было какое-то... Сердце подсказывало, что ох, беда будет. И оно так и случилось. После войны советские власти нечасто говорили о трагедии в Бабьем Юру. Этот монумент установили лишь в 76-м. Родители Раисы Набаранчук присутствовали на его открытии, однако памятник погибшим цыганам появился только в этом месяце. Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Хилари Клинтон впервые встретились лицом к лицу в первом раунде теледебатов. Он продлился почти полтора часа. По мнению наблюдателей, Клинтон была значительно увереннее, чем Трамп. Об этом свидетельствуют и данные голосования на ведущих американских телеканалах. Тем не менее, кандидат от республиканцев Дональд Трамп утверждает, что победил именно он. Я считаю, что я выступил очень хорошо. Ты приходишь на дебаты, ты не знаешь, чего ожидать. Но уже опросы избирателей в сетях показывают, что я очень хорошо выступил. Сотни тысяч людей уже проголосовали за то, что я победил. Это о чем-то говорит? Я Виктория Купченецкая. Я нахожусь в пресс-центре университета Хофстра в штате Нью-Йорк. Здесь буквально час назад закончились первые президентские дебаты между Хилари Клинтон и Дональдом Трампом. Дебаты продолжались полтора часа. Они были посвящены трем важным темам. Безопасность Америки, процветание Америки и направление, в котором Америка должна развиваться. Что касается платформ, политических платформ кандидатов, мы здесь много нового не услышали. Их положение мы слышали уже и раньше. Но вот что меня лично поразило, это та агрессивность, с которой сразу же начала дебаты Хилари Клинтон. Она перешла в наступление буквально на третьей-четвертой минуте после начала. И она пыталась представить Дональда Трампа как недостойную личность. Я об этом поговорила с Рудольфом Джулиани, бывшим мэром города Нью-Йорк. Я спросила у него, не показалось ли ему тоже, что Дональд Трамп как-то потерял концентрацию в самом начале дебатов. Рудольф же Джулиани считает, что это средство массовой информации к Трампу несправедливое. Особенно предвзято на этих дебатах к нему отнесся модератор дебатов Лестер Холл. Вот что Джулиани мне сказал. Это ваша субъективная предвзятая оценка. Я прямо вам всем медиа удивляюсь. Я страшно разочарован тем, как дебаты модерировал Лестер Холл. Я американец и я ожидаю от СМИ определенного уровня этики и объективности. Лестер Холл сегодня вообще этого не продемонстрировал. Сразу после дебатов я вышла из этого пресс-центра и стала беседовать со студентами Ховстро-юниверсити. Клинтон, во-первых, у нее она много говорит то, что противоречит ей. Потом очень много скандалов там, где она увлечена во лжи. Да, и немногие ее долюбливают. А что вот в чем проблема с Трампом? Почему не любит Трампа? Много можно об этом долго говорить. В основном в его высказываниях, в его какой-то, можно сказать, даже необразованности в каких-то моментах. Очень резких высказываний насчет определенных рас, насчет женщин. Хочу напомнить, что будет еще три раунда дебатов. Два раунда между кандидатами на пост президента США и один раунд между кандидатами на пост вице-президента США. Я Виктория Купченецкая, Сергей Гусев из пресс-центра университета Ховстра в штате Нью-Йорк. Предвыборные баталии кандидатов в президенты США несколько заслонили с собой два очень важных для Америки события национального масштаба. В стране почти одновременно прошли успешные испытания двух ракетных двигателей для сверхтяжелых космических ракет. Один двигатель испытывало Национальное космическое агентство НАСА, другой — глава корпорации SpaceX, частный предприниматель Илон Маск. Теперь Америка уже в ближайшее время сможет начать осуществлять свою мечту по покорению Марса. Вы видите кадры НАСА, на которых идет испытание двигателя для сверхтяжелой ракеты, которая выведет в космос новейший американский семиместный космический корабль «Орион». С его появлением американская космонавтика должна полностью избавиться от зависимости от российских ракетоносителей. И, как планируется, при помощи пилотируемого «Ориона» начнется сначала строительство обитаемой базы на Луне, а потом оттуда будет отправлена миссия на Марс. Илон Маск имеет еще более амбициозные планы. После успешного испытания его собственного ракетного двигателя он рассчитывает в течение уже ближайших лет начать заселять Марс людьми. Об этом он сообщает в своем твиттере. У Илона Маска также готов проект космического корабля, который должен доставить на Красную планету 101-х колонистов. Американское правительство также имеет очень четкий план колонизации Марса. После доставки туда необходимых грузов на Марсе будут построены колоссальные солнечные батареи и ядерные реакторы. Кроме того, планируется создание большого количества обитаемых модулей и транспортных сетей. Первая зона на Марсе, заселенная людьми, составит почти 100 километров в диаметре. Тем временем Россия уже построила новую базу. Только не марсианскую, а военную на границе с Украиной. Это один из нескольких новых военных объектов, созданных, как утверждает Москва, для противодействия растущей активности НАТО у российских рубежей. Как вы видите, во время строительства новой военной базы также применялись новейшие технологии. Уже назначен командный состав частей и подразделений. Идет их комплектование военнослужащими-контрактниками. В состав нового соединения войдут три мотострелковых, танковые и зенитные ракетные полки, а также полк самоходной артиллерии. С октября дивизия начнет получать вооружение и военную технику и будет полностью сформирована к концу года. Заканчиваются отделочные работы в последних трех общежитиях. Производятся пусконаладочные работы по инженерным системам и жизнеобеспечениям. В ближайшее время военный городок будет готов к размещению личного состава. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте quarantine.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин